Добрый день, Анатолий! Добрый день, радиослушатели! Интересный предмет – история. Как говорят зен-буддисты, если ты понимаешь, вещи остаются такими, какими они есть. Но если ты не понимаешь, они остаются точно такими же. Нам только кажется, что мы многое знаем, а в действительности мы не знаем ничего. Так уже устроены люди, им всегда хочется получить ясный и точный ответ. А его нет и быть не может, потому что история – это не факты, не даты, не события, а интерпретация, и каждая излагает свою версию. На прошлой неделе исполнилось 100 лет подписания Версальского мирного договора с окончанием Первой мировой войны. очень важная дата, а прошла совершенно незамеченной. А жаль. Казалось бы, закончилась война, значит, в мире должен был наступить мир. А вот после подписания мирного договора, часы истории сразу же, буквально на следующий день, начали отсчитывать дни и дату начала новой войны. Ведь закончилась чудовищная мировая бойня. Наступил мир на вечные времена, а вместо него маленькая двадцатилетняя передышка. Что же вот толкутнуло мир в войну? Были ли противоречия между государствами? Были. Но они всегда были, всегда будут. Хотели ли династии, правящие в Европе, исчезнуть вместе со своими империями? Ну, конечно, нет. Знали бы Гогенцоллеры, Романовы, Гасбурги, чем закончится их маленькое развлечение. Вступил бы Николай Вторую в войну, если бы знал, что через четыре года будет расстрелян и он, и вся его семья. Ну, конечно, нет. Ни ему, ни России. Никто не угрожал. Да, конечно, у него были какие-то союзнические обязательства. Ну, и были вечные интересы захватить Босфор и Проливы. Но все это мелочи. Разве столь они потери империи, трагедии России, расстрела императора и его семьи? Но как знать последствия? Развлеклись тогда императоры. Трое из них были двоюродные братья. На полях сражений Европы, как вы знаете, погибло более десяти миллионов солдат воюющих стран. Более тридцати миллионов было ранено, покалечено. Миллионы остались без рук и ног. И в довершение еще один аккорд мировой трагедии. После окончания войны 20 миллионов человек умерло от всемирной эпидемии гриппа, испанки. Ну, и, конечно, последствия. Революция в России, голод и нищета в Германии, приход к власти нацистов, установление в ряде европейских стран фашистских режимов. А ведь как просто интерпретировали всю эту историю ну, некоторые историки с научными степенями, некоторые сверхпатриоты, националисты. Это все очень оказалось просто. Собралось пять евреев, мировое правительство, сделали в России революцию. Еще раз собрались банкиры, магнаты, начали мировую войну. Просто и ясно. У Гитлера еще проще. Германия выигрывала войну, но евреи нанесли ей удар ножом в спину. Просто, ясно и понятно. Вообще народные массы любят простоту. Даже, вот возьмите современных русских историков, политологов, журналистов, у них все крайне просто. Где бы что ни произошло, виновата Америка. Или в Африке события, или в России. Наводнение, значит, американцы что-то подстроили. Буквально вчера я включил, выступает какое-то совещание, по-моему, европейского парламента идет. Выступает Анищенко, это был бывший главный санитарный врач в России. И вот сидит человек и говорит, да, в Грузии на Украине американцы создали биологические лаборатории, готовят новую биологическую войну и так далее, и так далее. Ну, что с него взять? Ведь есть в международные организации, можно проверить, все эти здания открыты. Обычные лаборатории, да, там американцы поставили оборудование для производства лекарств. Но Анищенко, он же выражает, он же не сам по себе говорит. Вот ему надо говорить, что американцы, мало того, что они такие плохие, так мало того, что они ядерную войну готовят. Нет, они готовят биологическую войну. Хотя биологическое оружие давным-давно запрещено. Так что можно всегда получить простой ответ на любой вопрос. Давайте сегодня поговорим все же о Версальском мире. Это договор, который оказался неподъемным для Германии. Конечно, немцы возмущались, что всю вину за начало войны положили на Германию. Но интересно, как же они обошлись России полтора года до Версальского договора, когда предписали с большевиками мирный договор в Брест-Литовске? Краеугольной темой большевистской пропаганды в армии было обещание солдатам немедленно закончить войну, превратить империалистическую войну в мировую революцию. Мир солдатам, земля крестьянам, фабрики рабочим. Вместо мира народ России получил кровопролитную гражданскую войну, где погибло больше людей, чем в Первую мировую войну. Крестьяне вместо обещанной земли получили голодомор, рабочие вместо фабрик – нищету, ну и плюс сталинские репрессии. Так что всем хватило. 8 ноября 1917 года на съезде Советов Ленин объявил декрет о мире без аннексии всяких территорий и контрибуции. И Троцкий, который был в то время комиссаром по иностранным делам, подписал с немецким командованием 5 декабря временный договор о перемирии и предложил начать переговоры о заключении долгосрочного мира. Немцы согласились, поставив условия, чтобы им передали Польшу и Прибалтику. Троцкий отказался и вернулся в Москву. В то время в руководстве большевистской партии возникли три позиции. Бухарина – это за продолжение войны, которая должна превратиться в революцию в Германии. Вторая позиция – это была Троцкого, ни мира, ни войны. Ну и третья – Ленина. Мир на любых условиях, чтобы сохранить власть большевиков. В январе 1918 года ЦК небольшим числом голосов принял позицию Бухарина. Затем через три дня перешел на позицию Троцкого. Троцкий вернулся в Брест-Литовск с предложением ни войны, ни мира. В ответ 10 февраля немцы начали наступление по всему фронту. Ленин запаниковал и предложил принять мир на любых условиях. На сей раз немцы потребовали больше. Россия потеряла Прибалтику, Украину, Финляндию, Белоруссию и часть Кавказа. В целом Россия в то время потеряла 1,3 миллиона квадратных миль, в которых проживало 62 миллиона человек. 3 марта 1918 года мирный договор был подписан. В принципе, Ленину было наплевать на интерес в Россию. Его интересовала мировая революция и власть большевиков. На Западном фронте ситуация изменилась 6 декабря 1917 года, когда в войну вступили Соединенные Штаты Америки. В начале Соединенные Штаты как-то надеялись остаться в стороне, быть нейтральными. Они, конечно, помогали оружием, боеприпасами в Великобритании, но немецкие подводные лодки и решение Германии объявить неограниченную подводную войну от 31 января 1917 года, а также знаменитая телеграмма министра иностранных дел Германии Зиммермана, адресованная своему послу в Мексике, в которой говорилось, что если Мексика вступит в войну на стороне Германии, то в случае победы ей будет возвращена все утерянные территории – Тексас, Калифорния и другие юго-западные штаты Америки. А также немцы потопили, если вы помните, пассажирский корабль «Лузитания», где погибло много американцев. Все это вместе взято и привело к вступлению Соединенных Штатов в войну. Вначале армия Соединенных Штатов насчитывала 200 тысяч человек и была совершенно не готова к этой войне. Но после мобилизации в ней уже было 2 миллиона солдат. И 25 июля 1917 года 1-й американский экспедиционный корпус под командованием генерала Першинга прибыл во Францию. А к апрелю 1918 года уже по 300 тысяч солдат прибывало в Европу ежемесячно. Американских солдат прибывало в Европу ежемесячно. Водушевленной победой на Восточном фронте генерал Людендорф принял решение начать наступление во Франции и одним ударом выиграть войну. Усиленные подкрепления, прибывшие с Восточного фронта, немецкая армия нанесла основной удар на стыки французской и английской армии. У немцев был двойной перевес. По количеству солдат у немцев было 69 дивизий против 33 дивизий союзников. Наступление начало сразу на четырех фронтах. 21 марта 1918 года И немцы продвинулись до 37 миль до Парижа. Но в этот самый критический момент истории стали прибывать американские войска. Немецкие потери заменить уже было нечем. А главнокомандующий союзных армий генерал Фош начал контрнаступление. 8 августа 1918 года Людендорф назвал черным днем для Германии за все время войны. Немцы начали отступать к последней линии обороны, носившей название Гиндербург. И 26 сентября Франция прорвала и эту линию обороны. Через два дня Людендорф запросил правительство начать мирные переговоры. 29 сентября Болгария потерпела поражение в Салониках и Македонии, запросила о мире. К этому времени англичане атаковали турецкую армию, захватили Дамаск и Алеппо, и Турция вышла из войны. 24 октября Италия нанесла поражение Австро-Венгрии и та подписала перемирие 3 ноября. 11 ноября в 11 часов Германия подписала соглашение о перемирии. В конце октября вспыхнуло восстание немецких моряков в городе Киль. Казер Вильгельм отрекся от престола и бежал в Голландию. Германия объявила себя республикой. И 8 января 2018 года президент США Вилсон выдвинул свой так называемый план, состоящий из 14 пунктов, предусматривающий послевоенное устройство мира. Этот план Вилсона предусматривал проведение мирной конференции свободу мореплавания, свободу торговли, сокращение всех армий мира, сокращение вооружений, возврат Франции Эльза-Слатарингии, автономию народов Австро-Венгерской империи, создание свободной Польши, создание Лиги наций, решение всяких колониальных споров, а также эвакуацию всех иностранных армий, находящихся на территории России. Благими намерениями вымощен дорога в ад. Вскоре вспыхнули разногласия и по вопросу репараций и о разделе атаманской империи. Версальский мир был подписан, который подписали, тогда он состоял из 15 глав и 450 статей. На Германию была наложена огромная сумма репараций. 31 миллиард 400 миллионов долларов. Это в деньгах тех 20-х годов. Колоссальная сумма. А немецкая армия не должна была превышать 100 тысяч человек. Генеральный штаб был распущен. Морской немецкий флот лишился всех подводных лодок и почти всех кораблей были запрещены, чтобы германская армия имела любые самолеты. Вначале министр иностранных дел Германии граф Ранстау отказался подписать такой унизительный договор. Он утверждал, что этот договор противоречит 14 пунктам Вилсона. Но под угрозой вторжения союзных армий в Германию 28 июня 1919 года этот договор подписал. С этого дня как раз вот и прошло 100 лет. Эту дату мы отмечали с вами на прошлой неделе. А ведь договор продвижался только 20. 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. Вот что интересно. Несколько слов про нашего президента тех времен. Вудро Вильсон он был президентом кандидата демократической партии. Он был президентом с 1913 по 1921 год. Американский президент идеалист профессор он также был до избрания президента был президентом Принцентского университета. Интеллектуал человека который всегда предпочитал окружение умных женщин любым мужчинам. Все его лучшие друзья были женщины. Когда умерла его жена которую он безумно любил он просидел у ее гроба несколько дней в полном одиночестве. Его друзья опасались за его рассудок. И познакомили его с Эгид Гаалт. И он почти сразу на ней женился. И был от нее точно так же без ума как и от первой жены. Это он придумал Лигу наций. Это он разработал свои 14 пунктов мира без реванша. И как хороший проповедник без конца повторял свои тезисы. Он говорил, говорил но его никто не слушал. Люди хотели не идеального миропорядка. Они хотели слышать о безработице, о инфляции, о экономическом кризисе. И вскоре реальность окружающего мира победила его идеальный мир. Американский Сенат не ратифицировал Версальский договор. Американский Сенат отказался, чтобы Америка вступила в Лигу наций. У Витсона произошло обширное кровоизлияние в мозгу и через несколько месяцев он с трудом начал ходить, но его понимание реальности так и не произошло. Он едва говорил, но думал, что демократы выдвинут его кандидатуру на третий срок. Он говорил, что был послан в этот мир нести учение Иисуса Христа, но не говорил, кто его послал. Вудро Вилсон преподал нам старую истину. Благими намерениями вымощен дорога в ад. Америка, я уже сказал, не вступила ни в Лигу нации, и мир бы, наверное, может быть, тридцатых годов был бы лучше, если бы Америка тогда и вступила в Лигу нации. Кто его знает? Ну, мы знаем, по опыту Америка организовала организацию объединенных наций. Это тоже стало пустым местом болтовни, как и та Лига наций, которая была в тридцатые годы. Так что, возможно, если бы Вилсон, кстати, он был, никогда в жизни не употреблял ни алкоголь, ни курил. Возможно, если бы он не пил так много молока, а пил вески, как Черчилль, он не был бы таким идеалистом, но он был трезвенником, а реалисты всегда предпочитают алкоголь. После подписания договора новое правительство в Германии столкнулось с серьезными внутренними проблемами. Вынужденный принять принудительный мир, правительство постепенно теряло доверие народа. И кровавый коммунистический путь в Берлине в январе 1919 года, организованный на деньги большевиков, создал обстановку нестабильности в Германии. Последовал крапковельный захват коммунистами власти в Баварии, подавленными полицией, а затем через год еще один путь, на сей раз уже правый, это был в март 1920 года. Ситуация в Германии была критической, ослабленная войной, обремененная огромными репориациями, выплатами, экономика страны не работала. Правительство, чтобы как-то справиться с возникшей ситуацией, начало брать деньги в кредит, накапливая огромные долги. Результат инфляция и обесценивание немецкой марки. В 1919 году за 1 доллар давали 8 марок, а уже в декабре 1922 года 7 тысяч. После оккупации француза Мирура был объявлен дефолт, то есть банкротство Германии. Немцы стали печатать деньги. В январе 1923 года 1 доллар стоил 40 тысяч марок, а через 11 месяцев 1 доллар стоил 4,2 триллиона марок. Конечно, бумага, на которой были напечатаны эти деньги, стоила намного дороже. Конечно, правое подняли голову. Последовал ряд политических убийств. Вначале был убит католической партией Германии Мэттис Эрсбергер 29 августа 1921 года, а затем 24 июня 1922 года министр иностранных дел Германии Волтер Ротенау. В этом же году было совершено еще 356 политических убийств. Включая Карла Липкнигта и Розу Люксембурга. На этом фоне и было создано в Мюнхене в 1920 году вначале крохотная национал-социалистическая рабочая партия Германии, в которую вступил Гитлер, получив партийный билет номер 7. В те годы он работал информатором немецкой армии, расквартированной в Мюнхене. Его и послали в эту крохотную партию узнать подробности, что это за партия, какая у нее платформа, какая у нее идеология. Посетив несколько собраний, партий, Гитлеру понравилась идея, и он вступил в эту партию. И благодаря своему ораторскому мастерству вскоре стал ее лидером. В ноябре 1923 года последовал еще один путь, в котором принял участие Гитлер и генерал Людендерф. Полиция открыла огонь. Несколько человек было убито. Участники пучца разбежались. Гитлер был арестован, полтора года провел в тюрьме, где и написал в совершенно комфортных условиях с помощью сидевшего там Гесса свою знаменитую книгу Майнкамф. В 1924 году состоялись выборы в Рейстаг. Коммунисты получили 3,7 миллиона голосов, а нацисты 2 миллиона. На следующих выборах в мае 1928 года победили социал-демократы, набравшие одну треть голосов. Между тем Германия переживала тяжелейший экономический кризис и скатывала все более и более к идее сильной власти и наведению порядка. В Италии к власти пришел Муссолини, создавший в 1928 году Великий Фашистский Совет. В России закончилась кровавая война. К власти после смерти Ленина пришел Сталин, который после нескольких лет борьбы установил единоличную диктатуру. После победы на выборах социал-демократы Германии начали как-то программу оздоровления немецкой экономики. И под руководством нового плана разработанного канцлером Густавом Стрессманом. К сожалению, он умер в 1929 году, но навряд ли помог бы и его план. Началась Великая депрессия, и она оказала огромный драматический эффект на Германию. Экономически немецкий экспорт упал вдвое. Национальный доход снизился на четверть. Безработица возросла почти в шесть раз. С 1 миллиона в 1929 году до 6 миллионов в 1932. 43% немецких рабочих не имело работы. Сравните Соединенные Штаты. Во время Великой депрессии здесь тоже была очень большая безработица, но только 25% не работало. В Германии не работало 43% то есть почти что половина всего населения. Понятно в какой атмосфере Гитлер пришел к власти. Германский нацизм глубоко связан конечно с именем Гитлера. Он родился 20 апреля 1889 года в небольшой австрийской дировушке Браунау это недалеко от австрийского города Линдс. Он не закончил даже среднюю школу уехал в Вену где безусмешно дважды пытался поступить в Академию искусств. Его не приняли из-за отсутствия диплома об окончании средней школы и отсутствия таланта. Жил в ночлежках много читал нахватался там бредовых расовых теорий и антисемитизма благо в то время того и другого в Вене было в избытке. Он уклонился от службы в австрийской армии переехал в Мюнхен где в начале войны вступил добровольцем в немецкую армию. Воевал был ранен значит награжден железным крестом в конце войны попал в газовую атаку едва не ослеп а по окончании войны кинулся в политику вступив в крохотную вот эту немецкую социал-рабочую партию Германии основной платформой которой была отмена Версальского договора антисемитизм и социально-экономические перемены в Германии партия разрасталась были созданы штурмовые отряды во главе которых стоял Эрнстром стали они издавать свою газету Фолксер-Биабахтер главным редактором стал Альфред Розенберг взявший на себя функции главного идеолога партии встал в партию в то время вступили Герман Геринг боевой летчик секретарем Гитлера стал Рудольф Гесс история нацистской партии это зеркало всех экономических несчастья Германии которые нацисты с помощью пропаганды использовали для захвата власти в начале неудачный путь 23 года значит и партия стала расти к 29 году в ней уже состоялось 100 тысяч человек включая Геббельса ставшего партийным боссом в Берлине и начальник личной охраны Гитлера было создано в то время превратилась личная охрана превратилась в огромную организацию СС со своими отборными дивизиями концлагерями и ставшись символом немецких фашистских зверств выборы в Рейстаг в сентябре 30-го года стали сюрпризом для Германии нацистская партия которая в 28-м году получила 800 тысяч на сей раз получила 6,5 миллионов голосов это ей принесло в Рейстаге второе место после социал-демократов потом опять состоялись выборы на сей раз нацистская партия получила большинство голосов более 30% и Гидренбург предложил Гитлеру пост канцлера вот в острой борьбе за власть то есть Гитлер пришел к власти как говорят демократическим путем то есть за нацистскую партию проголосовало большинство избирателей ну и сразу же буквально сразу на следующий день после прихода власти Гитлер запретил все политические партии кроме национал-социалистической была организована секретная полиция гестапо во главе которой стал Геринг еще одна одна организация отвечающая за безопасность СД под руководством Рейханда Хейдриха были запрещены профсоюзы забастовки создана новая организация немецкий трудовой фронт во главе с Робертом Аллеем и создан новый карательный суд народный суд Германии который рассматривал дела о нелояльности государства и измене с самого начала прихода к власти нацисты начали яростную антисемитскую кампанию 15 сентября 1935 года приняли нюрнбергские законы лишавшие евреев гражданства запрещающие браки между евреями и немцами запрещающие евреям заниматься профессиональной деятельностью в общем запретили принимать евреев в высшие учебные заведения преподавать ну и пошли запреты 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 с приходом Гитлера к власти мир стремительно стал приближаться к войне в советском союзе сталин провел коллективизацию начался голодомор затем индустриализация пятилетки массовые чистки в армии террор 37-х годов вот нацисты начали готовить армию страна вооружала строились новые дороги надо сказать как оно было безработица при Гитлере упало 6 миллионов человек в 32-м году до 164 тысячи в 38-м отсюда конечно такая массовая популярность Гитлера ведь он начал массовое перевооружение общественные программы строительство автобанов и другие улучшился жизнь начался экономический подъем и это ему принесло успех не только внутри стране но и на международной арене как великого лидера как фюрера немецкого народа в Италии Муссолини создал значит корпоративное государство фашистское все для государства ничего вне государства ну и по всей Европе почти что были созданы фашистские режимы я сейчас мы сделаем с вами небольшой перерыв и продолжим уважаемые дамы и господа мы возвращаемся в программу Яна Йоффа странички истории как всегда в этом сегменте Ян любезно согласился ответить на ваши вопросы поэтому пожалуйста набирайте номер телефона 847-400-5200 и вы станете участниками нашей программы ну а пока Ян прошу вас ну вот казалось бы значит такая тяжелейшая война закончилась было столько пролито крови столько страданий но все страны мгновенно в Европе мгновенно установили диктаторские режимы в Польше был маршал Петцузский в Венгрии адмирал Хорти в Греции генерал Метакс в Болгарии Румынии Югославии такие авторитарные монархии в Испании франко в Австрии значит был установлен такой же режим Шушенберга Шушенберга в Португалии диктаторский режим Антония Салазара в Европе в 30-е годы в основном правили фашистские или авторитарные режимы в апреле а вот что же происходило остались в Европе демокрации да остались Англия Франция Норвегия скандинавские страны но вот что интересно после той мировой войны первой и в Англии и во Франции основным преобладающим населением было любыми путями любыми любыми уступками надо сохранить мир потому что потери в первой мировой войне были еще свежими а тут еще экономический кризис ну отсюда конечно легко и понять и легко понять но не легко простить это Мюнхен 38-го года когда Чимберлен и Ладье пошли на уступки Гитлеру передать ему Судетскую область Чехословакия населенная немцами ну а Гитлер сразу понял с кем он имеет дело раз вы любыми путями сохраните мир хотите сохранить мир значит получите войну правильно Черчилль тогда сказал когда Чимберлен прилетел из Мюнхена и в аэропорту размахивал этой бумажкой говорит я вам принес мир на вечные времена Черчилль тогда сказал ты не мир привез ты привез позор а войну еще и получишь так оно и получилось поэтому вообще вот история говорит о том что любые уступки агрессору любые вот эти попытки идеалистически как Вилсон ну что ж плохого в Вильсонских четырех пунктах и разоружиться и установить демократические государства и прочее но одно дело идеализм а другое дело что реальная политикс основана на других совершенно других принципах нам всем хочется чтобы был бы и порядок и чтобы все государства жили в мире и в согласии но никогда в истории человечества такого не было всегда действует реальная политика а реальная политика всегда основана значит хочешь мира готовься к войне то есть ты всегда должен быть в состоянии защитить себя защитить свое государство но если ты видишь что агрессор как говорят все время наглеен то рано или поздно приходится дать отпор но лучше это сделать раньше на своих условиях чем это как получилось во время Второй мировой войны когда Англия практически разоружилась когда началась Вторая мировая война в Англии было только шесть дивизий поэтому ну а Францию все время сотрясали то у них был народное правительство народный фронт во главе с Леоном Блюмом коммунисты рвались власти ну и Советский Союз конечно сыграл активную роль тоже и дело даже не столько в договоре который он заключил с Гитлером с самого начала сталинская политика была такая Сталин хотел войны но какой войны он хотел он в первую очередь хотел чтобы Германия схлестнулась с Западом то есть с Англией и с Францией идея была очень простая пусть Гитлер воюет с Англией и Францией как можно дольше 5 лет 10 15 лет пусть они истощат друг друга пусть они будут на издыхании как это было в Первом мировой за это время Советский Союз нарастит военную силу и он будет хозяином Европы Сталин Отсюда Сталин поддерживал коммунистические режимы во всех этих странах Отсюда он выступал помните это знаменитая его речь 23 августа 1939 года накануне подписания с Гитлером соглашения что основная наша цель политики это столкнуть Гитлера с Западом пусть они воюют так же оно и произошло когда 1 сентября после раздела Европы эти секретные договоры когда Сталин с Гитлером договорились разделить кому что отойдет Сталин честно и благородно выполнял свои обязательства ведь если вам сказать так ведь кроме поставок там нефти бензина хлеба там и другое Сталин поставлял Гитлеру все нужные военные материалы особенно редкоземельные металлы без которых невозможно создание ради каких-то устройств Сталин никель хром там и все эти металлы все что можно для производства брони все поставлялось из Советского Союза все абсолютно и причем выполнялись поставки честно как вы знаете последний поезд в сторону Германии где-то прошел в 3 часа ночи у нас есть телефонный звонок давайте примем ну давайте добрый день вы в эфире здравствуйте вы знаете мне кажется что вот положение нашей страны и вообще положение в мире очень похоже в данный момент вот в 21 веке на то что происходило с Германией в 30-е годы то есть если посмотреть то что вот Барак Обама поддерживал Иран который по своей идеологии в общем-то такой же как и Германия в 30-е годы и эти мулы такие же как и Гитлер у них такая же идеология и такие же подходы и все прочее с другой стороны если посмотреть что происходит сейчас вот Демократическая партия создала свои штурмовые отряды в виде Антифы и Black Lives Matter и так далее то есть мне кажется это прям прямая параллель идет и если придет не дай бог Демократическая партия к власти они сделают все то же самое что и сделал и Гитлер практически потому что уже основа есть и политкорректность который на самом деле сенсоршип и они 97% мейнстрим-медиа контролируют ну и так далее спасибо большое Мария прошу вас Ян ну что тут комментировать ну вы понимаете ваше тоже такое резкое заявление полное во-первых полных аналогий никогда не было и никогда не будет и демократическая партия это не национал демократическая не национал социалистическая партия это не нацисты здесь есть все и в Америке есть и то и другое и третье и очень много сыграла эта неудачная война в Ираке которая так резко была колоссальной ошибкой потому что противоборство Ирану был Суницкий Суницкий Ирак где же вернее где был Суницкий по крайней мере лидер Суддам Хусейн когда все это сегодня Ирак конечно примыкает к Ирану Иран да есть такой момент что аятоллы которые находятся у власти они представляют явную угрозу мира Иран является единственной в мире страной которая открыто заявляет без всяких колебаний что цель этой страны уничтожение сионистского государства Израиля как должно себя такое вести государство когда какая-то другая страна открыто заявляет о его уничтожении ну я думаю тут даже не стоит даже комментировать когда наш президент вышел из договора ядерного договора по Ирану ведь в чем же слабость этого было договора Обаме мало того что он вернул Ирану эти 150 миллиардов долларов на которые они смогли опять организовать террористические организации организовать помощь и Сирии и Хизбулле и прочее кроме этого организовать производство атомного оружия ведь это соглашение которое подписали европейские страны и наша страна с Обамой вместе предусматривало период работы только на 10 лет то есть дали вам вот вам 10 лет снимаем с Ирана все ограничения все санкции готовьтесь ведь никто не скажет а что будет через 10 лет в Иране работает десятки тысяч центрифуг которые обогащают уран сегодня вот вчера они объявили что они повышают обогащение урана по договору последнему было 3,5% можно обогащать этого достаточно как топливо для работы атомных электростанций вчера они объявили что они повышают до 5% атомное оружие чтобы создать до 80% но ведь это же делается очень просто если у тебя есть десятки тысяч работающих центрифуг тебе просто надо немножко больше времени ну 5 месяцев 6 месяцев через 6 месяцев у них будет обогащенный уран до 80% и можно его заталкивать в оболочки несущие ядерное оружие и у них есть ракеты среднего радиуса действия и выполнить свою мечту о уничтожении Ирана вот тут и встает вопрос что делать дальше ну вот ну как как вот решать такие вопросы война с Ираном явно нежелательно в Америке никто не хочет войны с Ираном бомбежка с Ираном ну я не знаю принесет она результат или нет то есть получается так значит дать ему возможность опять продолжать это 10 лет передышки чтобы они делали атомное оружие через 10 лет трудно сказать скорее вот как видите ничего не получается то есть мир очень сложный все время возникают вопросы на которых нет ответа вот есть такая книжка Джосефа Геллера Catch the New лету там действия в 44 году происходит в Италии когда у летчиков американских там действительно полетал 5 раз а уже 6 раз летать не будешь потому что твой самолет собью потери были очень высокие и вот возникает вопрос что же делать какое решение надо принять а летчик один там не хотел воевать значит можно было только объявить себя сумасшедшим но если ты объявляешь себя сумасшедшим значит ты не сумасшедшим должен летать то есть есть ситуации которые нет решения вот что бы ты ни сделал как говорят так и плохо так и современный мир Версальский договор почему сейчас это смазалось никто не забыл никто не отмечал он был основан на самых хороших намерениях сделать все чтобы все дружили все целовались все обнимались создали искусственное государство Югославию ведь народы же которые живут в Югославии никогда не дружили между собой значит хорваты католики сербы православные там живут еще и мусульмане в Боснигерии нет загнали всех в одну кучу создали этот Ирак значит тогда временный мандат где тоже люди хотели совершить курды хотели своего государства им не дали и пошло и пошло то есть не получается чтобы всех все удовлетворить и хочется хорошее намерение а результата нет поэтому надо полагаться на старый такой добротный способ говорить надо мягко а в руке держать большую дубинку мне кажется другого пути нет Ян если вы позволите у нас есть еще телефонный звонок да с удовольствием добрый день вы в эфире здравствуйте Ян у меня вопрос такой как раз на эту тему которую вы сегодня затронули вы сказали что Салин хотел чтобы там конфронтация между Гитлером и западными странами была там много-много лет на самом деле читая другие источники в частности Суворова Сталин уже в 41 году буквально в считанные дни после начала нацистской агрессии против СССР он планировал он опоздал просто на несколько дней здесь шла речь не о больших сроках а якобы Сталин планировал удар по Германии вот и это подхлестнуло Гитлера к нападению потому что логики не было никакой логики нападения не закончу войну с Англией Германии было крайне невыгодно тем более она знала историю войны на два фронта вот и только угроза нападения Сталина заставит я прошу прощения у нас просто не хватает времени я в двух вам словах пожалуйста у нас есть ровно 10 секунд действительно затронули огромную тему значит то что Сталин хотел войны я советую открыть вам значит речь Сталина 23 августа 39 года перед подписанием соглашения с Германией о разделе Европы на политбюро ЦК вот там он сказал что что Советский Союз хочет я заканчиваю свою передачу желаю вам всего доброго и всего хорошего до встречи в следующем эфире спасибо огромное Ян всего хорошего ну и встретимся на следующей неделе будьте здоровы спасибо спасибо Редактор субтитров А.Семкин